Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! А давненько я вам рецензии на всякие рок-концерты не давал. Последний раз рассказывал вам про группу Short Paris. Это достаточно молодые питерские музыканты. И я отметил их оригинальный, неподражательский, инноваторский подход к музыке. Если кому-то это интересно, можете посмотреть мой соответствующий выпуск. Но с этим коронавирусом и запретом на проведение массовых мероприятий, я, честно говоря, уже как-то заскучал по походам на рок-концерты. Да и по написанию рецензий на выступления всяких рокеров тоже. Западные звезды те в последнее время до России вообще не доезжают. Я еще с прошлого года приобрел билеты и на ветеранов рока Эрика Клептона, Айра Смит, Айрон Майден, и на средневозрастных музыкантов Джобана Массу, Ленни Кравица, и на более современных хэви-металистов Дид Бай Эйприл, Бринг Мид Зе Хэрайзен, Джинджер, Бегемот. Но все концерты перенесены. Вот и концерт Корн перенесли на неопределенное время. Надеюсь, что, может быть, фестиваль Парк Лайв состоится, и мне удастся посмотреть Слепнот и Балет Фо Май Валентайн, но сомневаюсь. Поэтому я стараюсь хотя бы не пропускать концерты интересных для меня российских рок-групп, которые, рискуя заболеть коронавирусом, дают живые концерты. И тут, по совершенно счастливой случайности, мне удалось посмотреть выступление не одной, а сразу нескольких питерских рок-групп. Расскажу по порядку, как мне это удалось. Недавно, по настоянию некоторых членов рок-группы Влащука СД, мы отправились на выходные в очередное рок-путешествие в Санкт-Петербург, чтобы эти непросвещенные члены нашей рок-группы посмотрели питерские белые ночи и ночное разведение мостов на Неве. Но не видели они этого никогда. Темные, дикие люди. Такой красоты и не видели. Поэтому я, как вдумчивый и ответственный руководитель трудового коллектива, решил на выходные вывезти их в Питер, чтобы они немного просветились. А попутно решил узнать, а не выступают ли там в это время интересные для меня питерские рок-команды. И по счастливой случайности, именно в это время, 19 июня, в субботу, в Питере, как раз проходили три рок-мероприятия. Первый – это фестиваль панк-рока «Форева Панк», на котором должны были выступать в этот день тараканы, пурген, хамло, шары, суперкозлы и другие знаменитые российские панки. Все они мне известны, но никто из них меня не заинтересовал. Все одно и то же. Многие годы. Хорошие ребята, заводные, но ничего нового. Следующее мероприятие должно было состояться в баре «Дюны» на Лиговке. Это рок-фестиваль «Лучше, чем в жизни». Как я понял, это новый фестиваль, но не модного ныне и однообразного до скуки хэви-металла или панк-рока, а некоего утяжеленного электрогитарного прогрессивного рока. В первый день фестиваля, 19 июня, состав групп был следующий. «Стейк», «Лензвук», «Киров», «Хэшти», «Роллеркостер», «Антетик», «Эвергрин Марс» и «Электрик Индианс». Меня заинтересовала группа «Электрик Индианс». Я недавно познакомился с их музыкой, и по моему мнению, это оригинально, современно, высоко технично, с хорошим вокалом и в то же время с опиранием на традиции прогрессив и арт-рока. Мне интересно было бы послушать их вживую. И еще одно мероприятие проходило в этот же день. Это хэви-металл-гик в клубе «Ласточка», там же, на Лиговке, в котором были заявлены три коллектива – «Питерский Инвертор», «Минский НИ» и «Московская Материя». Меня здесь заинтересовала команда «Инвертор». Я также недавно познакомился с их музыкой и должен сказать, что музыкальная сторона их творчества мне понравилась. Это, на мой взгляд, хорошая попытка оторваться от хэви-металл-шаблонов, которые же очень прочно укоренились в нашем российском металле, особенно в провинциальном. Наши хэви-металл-группы, как правило, трудно различимы, настолько они однообразны, с заезженными до дыр приемами, одинаковыми ненатуральными искаженными голосами и тематикой текстов. Почему я подчеркиваю, что меня заинтересовала только музыкальная сторона этого коллектива? Да потому что в текстах «Инвертору» оторваться от шаблонов пока не удалось. Тексты у них все тот же тематический типичный ребяческий матерный эпатаж, но якобы социальный протест. Только непонятно против кого, против чего и, главное, зачем. Но, повторюсь, музыкально они мне были интересны. Поэтому передо мной встала небольшая логистическая задачка. Суметь посмотреть и тех, и тех. Хорошо, что и то, и другое мероприятие проходило на Лиговке, неподалеку друг от друга. И хорошо, что в Питере у нас есть надежный водитель Николай, который прекрасно знает город и сопровождает меня днем и ночью в каждый мой приезд. Поэтому я решил вначале посетить фестиваль «Лучше, чем в жизни», который начинался в 16.00. Затем ближе к вечеру в 19.00 начинался фестиваль «Гик» в «Ласточке». И первыми там должны были выступать «Инвертор». А после этого опять вернуться на фестиваль в «Дюны». Так как «Электрик Индианс» должны были выступать в 23.00. Так я и сделал. Добрый день, уважаемые любители рок-музыки. Мы решили заняться экстремальными видами отдыха. И приехали на некий фестиваль под названием «Лучше, чем в жизни», который проходит в каком-то баре, называется он «Дюны на Лиговке». Вон там, видите, сзади люди стоят возле какого-то прохода, в сарай какой-то. Честно говоря, я не ожидал, что в сараях проводят фестивали. Но, тем не менее, это так. И, насколько я понял из рекламы, это некий новый фестиваль. Но не модного ныне хэви-металла и панк-рока. А некоего утяжеленного электронно-гитарного рока. Фестиваль, насколько я понимаю, теперь микроскопического размера. Потому что этот сам бар Дюны, вы видите, там вот какой-то забор, какой-то проход туда. И там, ну не знаю, сколько там народу поместится. Вот. Но я вам перечислил состав групп, которые там будут выступать. Я их, честно говоря, не знаю. Это такие группы, как Стейк, Лензвук, Киров, Хэшти, Роллеркостер, Антентик, Эвергрин Марс и Электрик Индианс. Честно говоря, мы проехали сюда только ради вот этой последней группы. Электрик Индианс. Потому что я недавно о них, буквально месяца два-три назад, узнал, послушал их музыку, послушал их последний альбом, который называется Back to Reality. И вы знаете, честно говоря, я был удивлен. Во-первых, профессионализмом. Это очень высокотехничные ребята, которые используют многоголосие, используют ломанные ритмы, рваные размеры разные, прям сочетают. И нестандартные такие композиционные решения, высокая техника исполнения. И это мне напомнило тот старый прогрессив рок, арт-рок. Вот такое вот что-то 70-80-е годы, такая вершина, которая достигла тогда хард-рок. Вот эти ребята мне показало, что они делают такое продолжение, традиции перенимают того, хорошего хард-рока. Поэтому я, честно говоря, я приехал сюда ради этой группы. Хочу на них посмотреть. Но мы сейчас посмотрели, а там какие-то отморозки, тут этот вход такой, какой-то в сарай. Поэтому думаю, что мы будем торчать там немножко среди этой публики. Посмотрим. И еще одно. В рекламе был заявлен этот Электрик Индианс первым в 16.00. Ну а потом, когда подошло ближе к фестивалю, я смотрю, читаю, они оказываются уже как хедлайнеры, там последним выступают. А это будет часов в 10 вечера. Но мы, тем не менее, посмотрим организацию этого фестиваля, отъедем. А потом вернемся послушать именно Электрик Индианс. Пойдемте. В самом баре никто не знал ни состав групп, ни кто за кем выступает. Но зато за барной стойкой был спесивый умник, который передо мной слегка повыделывался. Привет тебе, дружище. Скажите, а последовательность какая будет выступление? Сначала первый, потом второй, потом третий. Я надо найти человека, который ответил. А кто? Кого, как найти его? Давай сейчас. Меня интересует одна группа. Прежде всего, он похож на музыканта. Давай, погоди. Здравствуйте. Добрый день. Сергей. Да, Максим, очень приятно. Меня интересует Электрик Индианс. Электрик Индианс будет играть сегодня в 11 часов вечера. В 11? Да, да, да. Так что можно смело приехать по бойцу на них. Нет, сегодня будет классный коллектив играть, но Электрик Индианс хватит. Ну, сначала юмористический коллектив первого выставка. Я что-то ваше лицо знакомое. Киров. Да. А мне ваше лицо тоже знакомое. Да, да, да. Мы про вас все знаем. Давай сейчас туда. Ну, как видим, такое количество информации в интернете, в инстаграме. Я не видел, что посмотрел, мужики. Да, да. Посмотрел, познакомился. Короче, в общем говоря, Киров, мы будем играть, вот сейчас банда юмористических будет играть, а дальше, мне кажется, все коллективы достойны. А вы когда? Мы играем через, мы играем в 6 вечера. Ну, до 6 я по-году. Да. Ну, в 6 я отъеду. А вы сколько будете играть? Мы будем играть минут 40. Ага, 40. Совершенно точно. Это наши друзья-то. Да, нет. Да, нет. Да. Я хотел посмотреть. Они хоть и матер-шенники, но играют классно. Да. Так что вот сегодня, как бы, вот, начинаю с Кирова. Обязательно Киров. Киров, обязательно вас зовут. Вас как зовут? Максим. Максим. Оказалось, что многим присутствующим моя физиономия была знакома. Но люди здесь оказались дружелюбными и подходили с просьбами со мной пофотографироваться и поговорить. Развеча, можно вас сфотографировать? А что нельзя? Нужно даже. Спасибо. Нужно, надо. Узнают. Я стал звездой, видать. Узнают. Я думал, тут инкогнито посидеть. Я говорю, там его знают. Ну, что ты тут поделаешь? Я знаком с вашим флористом. Я бы хотел с вами сфотографировать, если вы не против. Сразу после фотосессии начался фестиваль. Первая выступала группа Stake. Это не бельгийский Stake No. 8, практикующий sludge metal. И не челябинский Stake, практикующий melodic metal. А я так понял, питерская юмористическая группа Stake. Работающая в стиле рэп-рок. Который для Стёба подходит как нельзя лучше. Но вы же знаете, что в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому, думаю, сами музыканты серьезно относятся к тому, что они делают. И у них, я должен сказать, неплохо получается. Вернись ко мне, моя курочка Гри, курочка Гри. Я все прощу, и ты тоже прости, ты тоже прости. Я сделаю шап, и ты сделай шап. Мы поедем на природу и пожарим снег. Я свободен на дерьмо. Рыбкованки на столе. На повторе Крабосток. Кип-пап, лава, шай, сделай два. Каси, не от души, братан. Кип-пап, лава, шай, сделай два. Каси, не от души, навсегда. На решетку кружу лопатой. Бедный папа, богатый папа. Бизнес-тренер, шеф-повар. Всегда голодный, помнит первый доллар. Она не забудет стейк никогда. Она хочет, чтобы стейкали тебя. Она хочет, чтобы стейк получит. Но не сможет, а тут стейк его любить. Этот мигер тут, этот мигер фреш. Он сначала слез, но потом залез. Он снимает стресс, он снимает стресс. Уважаемые любители рок-музыки. Я нахожусь прям среди настоящих любителей рок-музыки. И рокера. Вот прослушали на фестивале «Лучше, чем жизнь». Вот прослушали сейчас пока первую группу под названием «Стейк». Но у них и тематика такая, будем говорить, гастрономическая. Все песни посвящены кетчупу, майонезу, стейкам, шашлыкам, шаурме. Прикольно. Звук отстроен хорошо. Отмечаю, неплохо. Звучит очень пролично. Мне ребята неплохо зажигали. Мне понравилось. Тематика только однообразная. Вот так нормально. Аппарат обратно. Да, да, да. Ну мы вчера ее еще отстроили. Неплохо не было. Звучит сочно. И зажигаете неплохо. Но критиковать буду все равно. Вы знаете. Но я без них могу без критик. Давайте. Но я ж объективно критикую. Да не, неплохо. Хорошо. Хорошо. Как вас зовут? Виктор. Меня Сергей. Хорошо. Спасибо. Неплохо. Глаз зажигай. Спасибо. Зажигай. Это, я так понял, группа интеллигентская. Стремящаяся исполнять сложную музыку. Некую смесь арт и прогрессива рока. С использованием фортепиано, синтезатора. Ленцов и стой. Сразу. Тихонько. Тихонько сразу. Уже не вспомнить, когда О как косновеньям проснуться И пополнить берега Сверху обью лишь от просе и не мало Океан улыбнется на свете Неплохо скосил и запичал Сверху обью лишь от просе и не мало Океан улыбнется на свете Сверху обью лишь от просе и не мало Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На другой канал. На радиостанциях песню на 7 минут позволяет составить только Отель Калифорния группы Eagles. Это любимая песня всех радиодиджеев, когда можно пойти и перекурить. Именно поэтому она и общепризнана на радиостанциях всего мира, как сигнал для перекура. А так не более трех минут. Следующей выступала группа Киров с уже знакомым нам Максимом, фронтменом этой команды и главным, насколько я понял, организатором фестиваля, название которому дал последний альбом группы Киров «Лучше, чем в жизни». Как считают сами музыканты, они играют прогрессивный альтернативный рок новой волны. Человек заходит слышен привет, мы с ним знакомы тысячи лет. Он хочет предложить мне обычный сюжет. Мне кажется, что весь мир сошел с ума, или я иду в никуда. Я хочу поделиться любовью, то есть, что живет во мне. Я хочу поделиться страстью, то есть, что живет во мне. Повторится все, который раз. Насначен день, насначен час. И незачем играть по правилам. Ну что могу сказать, добротно отработали ребята. Звук приличный, публика хорошо воспринимала каждую их песню. Макс, ну что, не облажались, не облажались. Я поехал все-таки посмотрю на этих бойцов и подведу к 11 электрикам, познакомьтесь с ними. Я очень хочу познакомиться. Мне очень нравится их музыка. Ну и вы молодцы, конечно. Давайте. Мы ненадолго уехали на Heavy Metal Geek в клуб «Ласточка», где должен был выступать «Инвертор». И ради которого мы и взяли туда билеты. К сожалению, из-за болезни участников выступление «Инвертора» было отменено. Но мы в любом случае решили посетить это мероприятие. Да, мы при этом пропускали выступления групп «Хэшти», «Роллеркостер» и «Антетик», но от своего плана отклоняться не стали. Про гик в «Ласточке» я расскажу в следующем блоге. А сейчас продолжу рассказ о фестивале в «Дюнах», после того, как мы вернулись из «Ласточки». Мы успели к выступлению группы «Эвергрин Марс». Продолжение следует... Продолжение следует... Насколько я понял, эта группа играет в стиле хардкор. Это немного противоречит музыке остальных групп, участвующих в фестивале, которые специализируются на альтернативном прогрессивном роке, то есть на музыке более легкой или менее тяжелой, как кому больше нравится. Но зато музыке более заковыристой, чем простой, но зато забойный и ритмичный хардкор. Ну а с другой стороны, знающие люди прекрасно понимают, что границы между стилями в рок-музыке очень условны. Поэтому их присутствие на этом фестивале вполне приемлемо, как и вообще участие любых рокеров. Тем не менее, хардкор – это опять-таки в моем понимании некое промежуточное течение между панк-роком и хэви-металом. От панк-рока они взяли простоту, ритмичность и эпатаж, от хэви-метала взяли скорость и мощное звучание гитар. Это простая, но очень жесткая, ритмичная и энергичная музыка с использованием элементов скоростного хэви-метала. Для концертов подходит как нельзя лучше. Прекрасно заводит танцпол, так как вступает в бой без предисловий, на полную катушку и без интеллигентского умничания в виде смены размеров, ритмов и прочей ломки кача или свинга. Фронтмен группы Эви Грин Марс очень харизматичен и по внешнему виду, и по энергетике, и по поведению на сцене. Зажигает не по-детски. Публика была в восторге. К сожалению, не знаю ни имен, ни фамилий участников группы, так как информации в интернете о них практически не существует. И вишенкой на торте этого фестиваля стало выступление группы Electric Indians, ради знакомства с творчеством которых я и приехал на этот фестиваль. И вишенкой на торте этого фестиваля Но об этой группе я буду говорить в одном из последующих блогов, чтобы не перегружать вас, уважаемые любители рок-музыки, слишком длинными видео. Так как говорить о них буду более детально. Поэтому на сегодня все. Завтра расскажу о гиге в ласточке. И выскажу свое мнение об обоих фестивалях. До свидания, друзья. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова